Здравствуйте дорогие друзья, я Сергей Балакирев и мы продолжаем курс по машинному обучению. На предыдущем занятии мы с вами увидели, как корректно оценивать уверенность в модели отнесения объекта к одному из двух классов, используя значение вероятностей. Обычно это вполне удовлетворительная характеристика, если классы выборки сбалансированы, то есть присутствует примерно одинаковое количество объектов первого и второго классов. Однако ситуация сильно меняется, если мощность классов имеет сильную диспропорцию. Здесь часто приводят такой вот пример задачи кредитного скоринга, когда модель прогнозирует выдавать кредит заемщику или отказать. В этом случае может оказаться, что среди большого числа заявок кредит одобряется лишь небольшой части. Но вот давайте предположим, что среди тысячи заявок реально было одобрено только 100, а для остальных модель выдал отказ. В выборке налицо сильный дисбаланс классов. В первом всего 100 объектов, а во втором 900. Если оценивать качество алгоритма, например, по метрике Экруси, то при константной модели, которая все время выдает минус 1, то есть всем заемщикам дает отказ, получим качество 0,9. Если не знать о дисбалансе классов, то можно было бы подумать, что мы получили отличный результат, а в действительности прекратили функционирование кредитной организации, потому что она всем желающим взять кредит выдает отказ. Помимо вот такого дисбаланса классов, а возможно и совместно с ним, цена ошибки за неверный прогноз может тоже отличаться для разных заемщиков. Например, если алгоритм отказал в кредите очень надежному заемщику, то разумно такой ответ штрафовать гораздо сильнее, чем при отказе сомнительному. Этот момент метрика Экруси тоже не учитывает. Вот чтобы точнее оценивать качество модели в таких ситуациях, вводят следующие понятия. True Positive, True Negative, False Positive и False Negative. Как запомнить все эти названия? Запоминается, в принципе, все очень просто. Смотрите, второе слово, Positive или Negative, относится к тому, что выдал классификатор. Если он выдает положительное значение, то это Positive. Если отрицательное, то это Negative. А вот это первое слово, True или False, означает, совпадает ли ответ классификатора с истинным значением. Если совпадает, то это True, если не совпадает, то это False. Ну или еще иногда в задачах бинарной классификации приводят вот такую табличку. Здесь, в принципе, все те же самые аббревиатуры, только она представлена вот таким вот образом. Как именно запоминать вот так вот или вот в виде такой таблицы, вы уже сами решаете. Вообще все вот эти вот значения, TruePose, TrueNegative и так далее, мы легко можем вычислить по историческим данным. Ну или по обучающей выборке. Давайте я приведу пример, как это делается. Предположим, что мы оцениваем работу спам-фильтра какого-либо мессенджера и получили следующие данные. Пришло 100 нормальных писем, пусть это будет класс плюс 1. И модель пометила среди них только 90 как не спам, а 10, соответственно, пометила как спам. Отсюда мы автоматически получаем следующее значение. TruePose будет 90. Почему 90? Потому что вот этот класс плюс 1 это позитив. И модель для 90 писем действительно выдал вот этот класс плюс 1. То есть ответ модели в данном случае совпадает с истинным классом. Поэтому мы здесь получаем True. А вот эти вот 10 писем это уже будет False Negative. Потому что модель выдает здесь минус 1. А минус 1 это уже негатив. Вот мы смотрим по ответу модели вот эти слова позитив и негатив. А False, потому что ответ классикатора не совпадает с истинной меткой класса. И то же самое вот эти два показателя. Они рассчитываются уже для класса минус 1. Смотрите, здесь у нас пришло 10 спам-сообщений, из которых модель выделила только 7. То есть она для 7 вот этих вот сообщений выдала ответ минус 1. А для 3 сообщений плюс 1. Поэтому вот этот показатель False Positive, он как раз и будет содержать вот эти вот 3 неправильно классицированных спам-сообщения. То есть модель выдает плюс 1. Это сразу у нас позитив получается. Но метка модели, то что выдает модель, не совпадает с истинным классом. Поэтому у нас здесь False. Ну а вот это вот число 7 это True Negative. Потому что метка класса совпадает с ответом модели. И здесь мы видим отрицательное значение минус 1. Поэтому Negative. И получается у нас True Negative равен 7. Вот конкретный пример того, как можно рассчитывать все эти показатели. Также вот эти вот величины можно графически представить следующим образом. Я взял эту картинку из Википедии и ссылка на нее будет под этим видео. Смотрите. Вот это вот то, что выдает модель. И вот этот вот класс это плюс 1. А вот эта вторая половинка это класс минус 1. И когда ответ модели совпадает с меткой класса, то у нас получается True Positive. А когда не совпадает, False Negative. Потому что модель уже выдаст минус 1. И метки класса не совпадают. Будет False Negative. Далее здесь мы получаем False Positive. Потому что модель выдает плюс 1. Тогда как на самом деле метки класса минус 1. Поэтому здесь у нас получается False, но Positive. Соответственно четвертая характеристика здесь уже получается True Negative. То есть вот так вот можно интерпретировать данный рисунок. Опять же, как запоминать все вот эти вот аббревиатуры, это вам решать. Я просто показываю несколько вариантов, а вы уже сами выбирайте, какой для вас ближе. Итак, будем считать, что вот с этим показателем мы разобрались. И знаем, как их вычислять. И дальше нужно сделать следующий шаг. Как на основе этих характеристик можем оценивать качество модели. Смотрите. На самом деле они дают нам исчерпывающую информацию. В частности, вот эта вот метрика accuracy, которую мы выводили с вами, то есть доля положительных ответов, может быть выражена через эти характеристики вот таким вот образом. Здесь True Positive и True Negative – это все ответы классификатора, которые совпадают с действительными правильными метками класса. А в знаменателе находится вся выборка. То есть сумма всех вот этих вот значений – это есть вся выборка, все элементы выборки. Поэтому мы делим здесь число правильных классификаций на общее число объектов в обучающей выборке или в тестовой выборке. И получаем значение accuracy. Но при несбалансированных выборках accuracy нам не очень подходит, и мы уже разобрались, почему. Давайте попробуем сконструировать новые показатели для оценки качества алгоритма. Первой такой величиной будет Precision. Она переводится как Точность. И показывает, насколько можно доверять модели, когда она выдает положительный класс – плюс один. Почему это так? Смотрите. В числителе у нас количество объектов, для которых модель выдала плюс один. И которые совпадают с истинной меткой класса. То есть это вот эта вот первая строчка. Модель выдала плюс один. Совпадает с меткой класса, тоже плюс один. Получаем True Positive. И делим это все на общее число объектов, для которых модель выдала плюс один. То есть здесь вот False Positive – это когда модель выдала плюс один. Правда метки класса здесь уже не совпадают с тем, что выдает классификатор. В итоге мы получаем долю верно классифицированных объектов, когда классификатор выдает плюс один. Все это можно записать еще и вот в таком вот видео. Здесь у нас классификатор выдает плюс один. Все это должно совпадать с истинной меткой класса. И делим на общее число объектов, когда классификатор выдал плюс один. Вот здесь вот квадратные скобки – это везде нотация Айзерсона. То есть True переводится в единицу, а False переводится в ноль. Ну, например, в задаче кредитного скоринга в знаменателе могут быть указаны все заемщики, которым модель выдала кредит, а в числителе только те из них, которые вернули кредит. Если оказывается, что это величина 0,9 или более, то очевидно, что к рекомендациям такой модели следует прислушаться, потому что подавляющее большинство рекомендаций оправдывается – заемщики действительно возвращают кредит. Но этой одной характеристики явно недостаточно, потому что она не показывает, насколько анализируемая модель А от Х охватывает всех заемщиков положительного класса, то есть всех заемщиков, для которых метки плюс один. Возможно, она так завышает требования, что выдает кредиты только очень состоятельным организациям или гражданам, тогда как менее состоятельные клиенты ею вообще не учитываются. А среди них, очевидно, немало тех, кто способен расплатиться по взятым обязательствам. Поэтому вторая характеристика должна показывать охват положительного класса нашей моделью, и она называется Recall – полнота. Здесь в числителе по-прежнему стоит True Positive, то есть это количество объектов, для которых модель выдала плюс один, и этот ответ модели совпадает с истинной меткой класса, а в знаменателе – количество объектов, у которых метка класса плюс один. Очевидно, что это два показателя – True Positive и False Negative. В итоге получаем долю положительных объектов, которые охватываются нашей моделью, ну или еще можно переписать вот эту формулу вот в таком вот виде. Я думаю, если вы проанализируете, то увидите, что вот это и это – одно и то же. Вот две такие довольно интересные и распространенные характеристики, которые используются для оценки качества модели при несбалансированных выборках. И в идеале хорошая модель должна показывать высокие значения по обеим этим характеристикам. И здесь возникает следующая задача – объединение этих двух характеристик в одну, чтобы на выходе мы имели одно число, по которому можно было бы судить о качестве полученной модели. Первое, что приходит в голову – ну это взять какую-нибудь линейную комбинацию от этих признаков с некоторыми весами α1 и α2. Веса, разумеется, положительные. Сразу скажу, что это не рабочий вариант, потому что для любых α1 и α2 можно придумать контрпример, где вот этот показатель качества Q даст спорный результат. Ну, например, смотрите. Если α1 и α2 – 1,2, Q – это среднеарифметическое, и вот для таких значений Precision Recall мы получаем следующее. Здесь 0,2 и здесь 1,0. В итоге получаем 0,6. Если же Precision Recall тоже по 0,6, то на выходе тоже будет 0,6. То есть вот эта вот среднеарифметическая или даже подобная ей характеристика она не будет адекватно представлять качество модели. Другой радикальный вариант – это воспользоваться функцией минимума. То есть взять минимальное среди вот этих вот двух значений. Это тоже плохо, потому что возникает другой недостаток. Мы вот в этом показателе Q в этом случае будем учитывать только одну величину, минимальную, а вторую просто отбрасывать. И это нехорошо, потому что обычно важны обе характеристики просто с разными весами. Гораздо более приемлемый результат можно получить с помощью вычислений гармонического среднего. Вот по такой вот формуле. Это так называемая F-мера. Почему это хорошо? Вот смотрите. Если изобразить линию уровня, здесь мы откладываем Recall, по вертикали Precision, то линии уровня ведут себя вот так, немножко они скругленные вот такие вот. И мы видим, что если Precision будет увеличиваться, то Recall при этом уменьшается. И наоборот, если Recall увеличивается, то Precision уменьшается. То есть здесь есть взаимосвязь между этими двумя характеристиками. И она вот такая вот тонкая. И при всем при том, гармоническое среднее напоминает линию уровня функции минимума. Только у функции минимума эти линии, они вот такие вот, ортогональные все. А здесь скругленные. То есть благодаря тому, что они скругленные, учитываются, взвешиваются обе эти характеристики и Precision Recall. Ну вот, например, если у нас Precision 0,2, а Recall 1,0, то вот эта вот F-мера будет равна 0,33. А если Precision Recall будет равна по 0,6, то, соответственно, F-мер тоже будет 0,6. Видите, здесь картина становится уже более объективной. Но у этой F-меры есть недостаток. Она учитывает вот эти вот характеристики Precision Recall в равной степени. А что если мы хотим, уделяясь больше вниманию Precision или, наоборот, Recall? Для этого было придумано расширение F-меры до F-бета-меры. То есть она очень похожа на F-меру, только здесь добавляется еще вот этот вот коэффициент бета. Коэффициент бета выбирается следующим образом. Если он меньше единицы, то мы предпочтение отдаем Precision, а если она больше единицы, то Recall. Если же бета точно равна единице, то получаем обычную F-меру. Ну и, наконец, несколько реже используется гармоническое среднее от этих двух показателей. Эта метрика считается хуже, чем F-мера, потому что тяготеет к более высоким значениям. Ну вот смотрите, если взять Precision 0.8, Recall 0.1, то F-мера будет 0.18, а вот эта геометрическая средняя 0.28. То есть F-мера, она как-то ближе к истине, потому что вот этот вот Recall 0.1, и это очень мало. И нужно как-то отразить вот эту вот величину, потому что идеальный алгоритм, он должен максимизировать оба этих показателя. А здесь вот мы сразу видим 0.1, и это плохо. И то, что это плохо, F-мера здесь показывает лучше. Поэтому на практике чаще используют F-меру или ее аналоги. Я надеюсь, что вот из этого занятия вы поняли, что из себя представляют Precision и Recall, то есть точность и полнота, а также каким образом их можно объединить, ну, как правило, это делать либо с помощью F-меры, либо с помощью F-бета-меры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова